Добрый вечер, дорогие братья и сестры, друзья! У нас сегодня воскресное служение. Вас приветствует Церковь Благодарения, город Киев. Мы церковь, которая верит в чудеса, мы церковь, которая исповедует Господа Иисуса Христа, Спасителем, Триединого Господа нашего. Мы ведем это служением для того, чтобы как можно больше людей узнало о Евангелии, о Спасителе, и чтобы как можно больше людей приняло Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Мы ведем это служение также для того, чтобы послужить вам. Поэтому не стесняйтесь, пишите, пишите в комментариях под видео. К видео будет закреплен номер телефона, вайбер, телеграм. Пишите, не стесняйтесь, обязательно будем служить вам, будем вместе молиться. И Бог явит вам чудо, и вы будете жить качественной жизнью с Богом Иисусом Христом. Сегодня будет проповедовать брат Виктор, наш пастор Евгений, с города Донецка. Поэтому начнем. Перед тем, как начать служение, я помолюсь и будем служить вам. Помолимся. Дорогой Господь Иисус, милостивый Бог, спасибо Господи за то, что Ты рядом с нами всегда, несмотря ни на что. Спасибо за то, что Ты любишь нас, благословляешь, наставляешь. Спасибо за эту возможность делиться словом, благой вестью, Евангелием, через современные технологии, через интернет, соцсети. Господи, спасибо Тебе за эту возможность и привилегию Божию. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты даешь мир и покой на сердце. Спасибо, Господи, за то, что Ты пришел в этот мир однажды, для того, чтобы мы имели спасение, Господи. Ты пострадал за каждого из нас, Боже. Слава Тебе, Аллилуйя. Господи, веди это служение, мы полностью отдаем это служение в Твои руки, Господи. Веди, направляй, Господи, благословляй, чтобы как можно больше людей открывало сердца, Господи. Чтобы как можно больше людей принимало истину и принимало Тебя как своего личного Спасителя во имя Иисуса Христа. Слава Тебе за все, наш великий Бог, Отец и мой Дух Святой. Аминь. Служение продолжим, брат Виктор. Прошу, брат. Прошу, брат. Который, я думаю, что если мы попали в життевую яму, то выходить из нее нужно до того места, где мы попали в яму, и продолжить служить дальше. То есть, когда попали в яму, то нужно служить Богу там, где мы должны служить, то есть продолжить служить. И это нам говорит Слово Божие. Адже, друзья, мы знаем, что Бог всегда точно. Он нас без каких-то перерыв, без каких-то заминок, запознений. Он нас нами опикает, Он нас благословит, Он никогда при этом не устаёт. И дело его на нас всегда точное. А мы, как его подобие и образ, мы его дети, мы тоже должны служить всегда, постоянно, без перерыв и с горением души. Давайте почитаем, друзья, что нам говорит Слово про это. И откроем послание к евреям, 4 глава, 2 миша. С первого миша. Посему будем опасаться, чтобы когда ещё остаётся обетование, войти в покой его. Не оказался кто из вас опоздавший. Тобто нам Слово говорит, друзья, что нужно всегда быть готовыми, всегда постоянно служить Богу, и никогда не запиздниваться, не должно быть никаких пропусков, чтобы мы могли идти в Царство Божие. И давайте, друзья, по ходу разберём другую мишу этой главы. Ибо и нам оно возвышено, как и тем, но не принесло им пользы Слово слышаное, не растворённое верою слышащих. Тобто, бывают такие случаи во время служения, что Слово Божие, которое проповедуется, это благозвездка, досвеченных, помазанных божих, оно не воспринимается людьми церкви и не приносит своего плода. Почему? Потому что те, кто его слушает, они его не воспринимают верою. И это Слово в их вере не растворяется. То есть оно, во время слушания проповедей, оно в них в одно ухо зайшло и через другое сразу вийшло. И это нам говорил Господь еще. Мы видим, что во время его служения, на самом начале служения, еще в Капернауме, когда он начинал свое служение, то его родители, брати, его сестры, его родители, они его не слушали, они его не воспринимали еще как Мессию, как Сына Божьего. Они просто говорили, что это сын Йосипа, и как просто человек, и в чем они должны его верить вообще. И так, друзья, происходит весь час, все часы. Так будет до Другого Прихода Иисуса Христа. Это нам говорит Слово про это. И что такое взагаля яма? Життевая яма, в которую мы иногда попадаем? Это такой стандин, когда у него нет духовного взросла, также финансового взросла. То есть его карман не наполняется, а даже упустышается во время служения. Это такая норма життя у него, когда ему события вчерашнего дня не дают ему покоя, и человек не может избавиться от него. Эти события влияют на него и не дают наступный день служить. То есть это плохая норма життя. Это нормальная норма для життя служащего Богу. Ну и это происходит, как я говорил, на духовном уровне, на финансовом уровне. Но мы знаем, что выход из життевого яма всегда у нас есть. Всегда. И Бог этого желает. Бог этого ждет. И когда мы, друзья, выходим из життевого яма, то нам ангелы служат. Нам ангелы помогают. Когда и самим Господом, Иисусом Христом, в крови Его заповеди, уже есть выход из ямы. То есть, друзья, у нас всегда есть выход из життевого яма, в которую мы не попали. Богом заранее этот выход уже решен. Наша справа – только выйти из ее ямы и служить дальше нашему Господу Иисусу Христу. И про это нам говорит Слово Божие. Давайте откроем послание Захария, 9 глава. 11 глава, 11 глава. Сказано, а что до тебя ради крови завета твоего я освободил узников твоих, и взорвав, которым нет воды. Ну тут, друзья, идется мова про то, что Господь нам говорит освободить нас из рва, в котором нет воды. Тобто и дровом без воды мается ввиду как раз и наша життевая яма, в которую мы можем попасть и иногда попадаем. Таких примеров, что Бог освободил из рва своих помазанных, есть много. И это Библия говорит, что и Иосифа, и корока Данила Бог освободил из рва, когда они туда попадали. И они продолжали дальше служить Богу. И слава Богу за это. Треба сказать, друзья, что приблизно 90% нашей ямы, в которую мы попадаем, то это вообще-то вина наша. Мы по своей вине не попадаем. А уже 10% это может быть нам помогает або государственная система управления, або друзья нам помогают. А вообще-то мы сами в этом виноваты. На 90% мы виноваты в том, что мы вляпаемся в жизнь. Мы всегда успешны в своем служении. Наши мечты с Богом служить Богом, они сбываются, друзья. Наше будущее, оно надеяно защищено. И мы таки, когда мы верно служим Богом, то никакая яма уже не попадает в нас. Но если мы оставим Бога, если мы отходим от него, то, конечно, наше жизнь уже превращается на существование. И оно нас как раз и ведет в такую яму. То есть без Бога мы можем, скорее всего, как раз и попасть в яму. Поэтому, друзья, нужно служить Богу постоянно, вечно и никогда его не оставить. Нужно так же заметить, что никогда нельзя выходить из ями под эмоции. Почему? Потому что, когда мы выходим из ями, мы всегда принимаем правильные решения, чтобы во время служения было. Если мы принимаем их под эмоции или под настроения, то решения у нас никогда не будут правильными. Мы также боремся за наше спасение во время выхода из ями. И если мы это делаем под эмоциями, под настроениями, то у нас это просто не получится. Поэтому, вообще, под эмоциями, под эмоциями, под эмоциями никогда не нужно выходить из ями. И бывает так, что, друзья, что мы в плохом настроении, у нас на душу какая-то злоба, то в таких случаях не нужно вообще ни с кем общаться. Чтобы наша злоба не передавалась на других людей, на тех, с кем мы общаемся. Нужно всегда успокоиться, чтобы на душу был мир и спокойствие. Нужно только в таких случаях с людьми общаться или решить разные дела. Мы знаем, друзья, что при выходе из ями Бог всегда нас ждет. Бог нас любит. И когда мы выходим из ями, то нужно всегда налагоджировать с ним хорошие отношения. Отец Небесный нас встречает, всегда нас встречает с любовью, с добростью. И в этом немае сумнів. Про это нам говорит Слово Божие. Притча про блудного сына. Мы, друзья, все знаем. И где там говорится, что когда сын вернулся до отца, он сказал, я решил перед тобой и перед небом, и не достоин называться твоим сыном. Но как Бог, как отец его отреагировал, он его принял с радостью, он накрыл его в честь этого стол и сказал своему старшему сыну, который перевернувал его так по встрече, он сказал, что это мой сын. Он где-то пропадал, он нашелся. Он где-то умирал, теперь он жив. Он уже ожил. И слава Богу. Это говорится в этой притче. Господь говорит нам про нашего Отца Небесного. То есть у нас такой Отец Небесный, который всегда нас прийме с радостью, с любовью, и в которую мы в яму не вляпались, он всегда нам поможет из него выйти, и чтобы мы выполнили его завдание для служения. И слава Богу, слава, друзья, слава за то, что мы дякуем за то, что мы имеем такого чудового Отца Небесного. Аллилуйя, друзья. Теперь нужно сказать, как же нам выйти из ямы, из житевой ямы, если мы в ней попали. Если мы, друзья, выходим из житевой ямы и в дальнейшем выживаем, то это не от Бога, это от дьявола. Это мы у дьявола на гачку. Почему? Потому что это такая дьявольская система дает. Когда человек входит из ямы, и она, дьявольская система, ее заспокоюет, и человек живет по минимуму. Заспокоюся, живет по минимуму. Это не от Бога. Это, друзья, от дьявола. Чтобы человек успокоился и не было таких успехов в жизни в дальнейшем. Это все не от Бога. Мы знаем, что Бог желает, чтобы мы всегда были во время служения успешными. Чтобы мы в душу мали мир, спокойствие, радость на душу и всегда были успешными. А то, что когда мы выходим из ямы и выживаем, это уже дьявольская система действует на нас. Давайте, друзья, разберем, как выходить из ямы на примере. На прикладе Вартамея, от Марка, 10 глава, 46-й виш. 46-й виш. «Приходят в Ерихон, и когда выходил он из Ерихона с учитиками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел в дороге, прося милостынь». Тут говорится про Господа и нашего его учника. «Услышав, что это Иисус на заре, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился и велел его позвать. «Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Иисус, отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Иисус сказал ему, «Иисус, сын Тимея». 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 И у него была тверда вера, все. Он ждал, когда ему будет нагода на это. И когда она до него пришла, Вартимий нею скористался. То есть, он начал кричать, чтобы Господь ему помог, чтобы Господь его спас. И он получил по своей вере, по твердой вере, Господь его исцелил, и он прозрил, стал зрячим. И как он этого добился, друзья, хочется обратить внимание. Давайте прочитаемо 47-го вирса. Услышав, что это Иисус на заре, он начал кричать и говорить. Иисус, сын Давиду, помилуй меня. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать. Сын Давиду, помилуй меня. Про что тут говорится? Что в Артимея была крепкая вера, что Господь силить его, он прозрит. И мы из всех больших бачим, что когда ему произошла такая нагода, он проявил инициативу. То есть, когда ему запрещали кричать, он наоборот кричал громче. В него была тверда вера, он своего добился. Благодаря проявлению инициативе. И Господь его исцелил, и он стал зрячим, и пішел за Иисусом. Про что это говорится? Что он обратно в мир. Иисусом, когда он понимал, что все лучшее, что он может получать, это в будущем только от Господа, нашего Иисуса Христа. А в мир его повернуть зря ему никто не мог. И лучше ему там не было бы, только с Господом Иисусом Христом его ждало в будущее. И он пішел за ним по дороге. То есть, что если мы попали в життевую яму, то с Богом завжди мы можем из него выйти. Завжди у нас есть возможность выйти из любой ямы, в которую мы не вляпались. И нам не нужно искать какие-то приводы для этого, что у нас не получается, у нас все не выходит. Не нужно никого не уважать. Нам слово говорит, что Господь исцелил его, и он стал зрячим. Что человеку может быть больше радостным, больше счастья, и все лучшее в будущем, как получить нормальную зерк. И все дай ему Господь. Так же и с Богом мы можем выйти из любого ямы, в которую мы не попали. И из любого плохого состояния, в котором мы проживаем, мы всегда можем выйти из Бога. Нужно только проявлять инициативу, нужно, чтобы у нас працювало то, что у нас годно, что у нас працюет. Нужно в нашем интеллекту, в наших здебностях, в наших органах, чтобы оно працювало то, что не слепит. Те, что не мовчить, а те, что мовчить, те, что слепе в нас не працюет, на него обратить внимание взагалі не нужно. Не нужно на него засикливаться. Треба, чтобы у нас працювало то, что у нас годно, то, что нам поможет выйти из нашего живого ямы. И всегда проявлять при этом инициативу, а не обратить внимание на кого-то или на что-то, что у нас не выйдет. Всегда у нас выйдет, друзья. И при этом, если мы делаем, то, конечно, в таких случаях это у нас проявляется либо наша гордость, наша высокомирь, або наши лени. И мы не можем выйти из живого ямы. И так же нужно обратить внимание, друзья, что при выходе из ямы нужно, при решении наших справ, при решении наших проблем, нужно, в первую очередь, решать главное. А потом уже другие рядные вещи, потом уже детали из этой справы. Потому что самые детальные вещи, они не решены. Они только дополнительные, то, что мы решили, або прекращают. Но справа самая, або наша проблема, они никогда не решены. Треба начать решить с главного, а остальные вещи, которые дополняют их, их можно вложить на некоторый час. Можно их доверить кому-то из друзей, знакомых, таким чином решить нашу справу або какую-то проблему. Ну, я приведу приклад. Если, скажемо, мне нужно подготовить недельное служение в нашей церкви, то с чего я должен начать? Чи я должен готовить проповедь на неделю? Чи я должен готовить эту комнату, оборудование все для проведения служения? И самому приготовить себя до служения? Что я должен в первую очередь делать? Чи я должен готовить проповедь на недельное служение? Это главное. Это главное в этой справе. Потому что, если я не подготовить проповедь, то какое же может быть богослужение? Как я могу вообще в нём приймать участь? Если мы так будем готовиться до служения, то воно вообще, спасение мимо нас пройде. И мы не въедемо в Божецарство. Значит, в первую очередь, нужно подготовить проповедь на недельное служение. А потом уже остальные вещи. Подготовить кабинет, чтобы был порядок, самому подготовиться. И, кстати, хочу сказать, что как раз эти детали решения проблемы, они могут, как я говорил, прекращать решение справа. И, если мы смотрим на нашу служение, то это наше время служения. Мы видим, как полотно за нашим крестом, как оно переливается разными кольорами. И оно как раз и прекрасно наше служение. И в нашем служении это, действительно, это уже дополнительные вещи, это уже, так сказать, мелочи нашего служения. Но они тоже потребуют часу, потребуют работы, чтобы служение было в всей полотне проведено, так, как угодно Богу. Слава Богу за наше служение. Когда мы выходим из яма, друзья, то мы должны дальше служить Господу, жить с Ним, служить Ему, как я говорил. И никогда не бігти до своих друзей, знакомых и говорить, что я уже стал нормальным, я уже буду крутым, у меня будет джип скоро и так далее. Нет, друзья, мы должны продолжить служить служение, служить Богу, Господу, славить Ему и николи Ему не оставить. При выходе из яма завжди, друзья, используемся тем, что у нас работает. Все, что у нас работает, мы его используем. Так же правильно ставим приоритеты при решении справ, так же, когда мы боремся за наше спасение, прикладывая всякие усилия. Все это нужно использовать и не зацикливаться на том, что у нас слепе, то, что у нас мовчить. Не забывайте, друзья, про это нам говорит Слово Божие и мы его будем держать. За все это слава нашему небесному небесному. Я помолюсь, друзья, за вас. Дорогий наш Отец Небесный, мы дякуем тебе за это слово, что ты даешь нам для проповедей, для нашего служения Церкви подяка. Мы дякуем тебе за это, что ты открываешь нам свои глубины, даешь откровение на свое слово, чтобы мы могли вирно тебе служить и никогда не попадать в ямы, а без всяких перерв. Дорогий наш Отец Небесный, я прошу тебя, коснись каждого, кто слушал эту проповеду, чтобы все слово вошло в его сердце, оно стало реальным в служении его. Чтобы эти люди никогда не попадали в ямы, чтобы они имели знания, чтобы не попасть в них и не попадали никогда. Я прошу это тебе, чтобы слово наше, слово проповедей, чтобы наше служение, оно дало плод нашему служению. Мы дякуем тебе, Отец, что ты нас чуешь и отвечаешь на наши молитвы. Тоби вся слава и хвала, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Спасибо, брат Виктор, за благословенное слово. Друзья, хочу дополнить слова брата Виктора и сказать, что без Бога мы уже находимся в этой яме. Есть только один выход. Выход для нас это Иисус Христос. И вот смотря на свою прошлую жизнь, а с Богом я уже покаялся где-то около 20 лет назад. Были разные моменты, были разные периоды жизни. Было сложно. И всегда я приходил в молитве к Богу. Я просил помощи у Него. И Бог никогда меня не оставлял. Он всегда отвечал на молитвы. Может, в момент, когда я просил, и мне казалось, что Бог медлит. На самом деле, я ошибался. Бог никогда не медлит. Просто в тот момент было правильнее, чтобы я немножко потерпел, набрался смирения, кротости. И все равно я получал благо от Бога. И не жалею ни капельки о том, что я в 2001 году принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Друзья, я хочу вас пригласить, сделать то же самое. Потому что жизнь, она быстро проходит. И вот в 2001 году я покаялся, принял Иисуса Христа как своего Спасителя. И время пролетело 20 лет, как несколько дней. И жизнь, она очень коротка. Мы не знаем, когда она закончится. Может быть, через, у кого-то там, кто помоложе, через 50, может 60 лет, 20 лет, 10 лет, неделя. Мы не знаем об этом. Но Бог знает. Но нам нужно быть подготовленным к вечности. А вечность мы получаем, вечность Богом, Царстве Божьим. Мы сможем получить только через покаяние и через принятие Иисуса Христа как своего Спасителя. Душа, она бессмертна. И выбор за нами. Будем ли мы с Богом или будем мы в вечных муках. Гений обыдный. Поэтому, друзья, призываю вас и хочу пригласить вас в молитве покаяния. Приняйте Иисуса Христа как своего Спасителя. Для того, чтобы в вечности славить Его и в вечности быть с Ним. Прославляя Его, воздавая Ему всю славу, хвалу, честь и наслаждаясь вечной жизнью с Богом. А наслаждение будет только в Царстве Божьем. И никак по-другому. И если вы готовы, давайте помолимся молитвой покаяния и пригласим Иисуса Христа в свое сердце. Помолимся. Дорогой Иисус Господь, спасибо, милостивый Бог, за то, что Ты даешь мне истину, за то, что Ты открываешь мне глаза. Господь, я верю в то, что Ты мой Бог и Спаситель. Господи, прости все мои грехи. Я каюсь перед Тобой. Прости меня грешного очисти. Сделай белее снега, Господи. И войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем во имя Отца и Сына и Духа Святого. Спасибо, Господь, за то, что Ты слышишь эту молитву, за то, что Ты, Господь, благословляешь, наставляешь меня. Спасибо за то, что Ты дал возможность мне услышать истину и принять Тебя, Господи, принять это правильное решение, пригласив Тебя к Своему личному Спасителю в свое сердце. Спасибо Тебе за все. Будь за все прославлен и возвеличен. Мой великий Господь, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Поздравляю вас, друзья, если вы помолились вместе со мной этой молитвой. Будьте уверены, что Господь Иисус Христос услышал эту молитву и поселился в вашем сердце. И вам только сейчас нужно насыщаться Словом Божьим, читать Библию, узнавать волю Бога. А вся воля Бога, она описана в Слове Божьем, в Библии. Читайте Библию, молитесь, обязательно найдите церковь, людей, единомышленников, которые тоже и идут за Богом, служат Ему, верят в три единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. И продолжит служение наш пасырь, брат Евгений, который находится сейчас в Донецке. Сейчас я подключу брата к эфиру. Брат, я пригласил вас, присоединяйтесь. Подождем минутку. Брата, ну попробуйте еще раз, пожалуйста. Продолжение следует. Продолжение следует. В этот раз быстрее, слава Богу. Слава Богу. Хорошо, говорите слава Богу. Спасибо, братья. Да. Слава Богу, братья. Приветствую всех, братьев, сестер, всех, кто присоединился и по трапу попал в ковчег Божий Церковь Благодарения на территорию Божью, друзья. На территории ковчега Божьего Божий Дух, Божья Правда, Божий мир, покой, радость Божья. И этот Дух Божий, он напитывает Божьи цели. Когда вы попадаете в Божий ковчег, в эту среду духовную, это целая земля, это пространство Божьих путей, Божьих целей. И когда человек приходит к Господу, его сердце там поселяется, его жизнь там поселяется на этих путях и пускает корни его сердца в эти цели Божьи, их исполнение. И от этих корней человеческая жизнь, человеческий дух, он наполняется вид Господа жизнью, радостью, миром, покоем, вдохновением. Божий Дух просвещает сердце, друзья. И я про это свечу, друзья, про Божий ковчег, который есть наша церковь, слава Богу. И Господь наши шатры расширил наше служение, не только для служения в Украине, служение и в Кении, на Филиппинах. И слава Богу, Господь благословил поездкой в Кению, видеть и принять, переживать в сердце любовь, радость, от встречи, от общения. С Божьей семьей, для которой нет границ. Также и вы, друзья, вы тоже можете быть частью. И это благословение, иметь вход на эту Божью территорию, где другие правила, другие влияния на ваше сердце, ваш дух, вашу жизнь. И вы под защитой Господа, вы на Божьей территории, когда вы переселяетесь и поселяетесь своим сердцем, разумом, своим духом в Божьем ковчеге, в Церкви Благодарения. Также хочу сказать, что у Господа много ковчегов по всей земле, друзья, и мы один из них. И я Богу благодарю Господа за это видение. И это не просто фантазия, оно живое, оно наполняет дух, друзья. И всякий, кто приступает к этому ковчегу, в него входит, служит в этих целях, то его жизнь наполняется силой, друзья, радостью, жизнью, жизнь обновляется. И человек видит смысл, и Господь его путь в сердце, в разуме просвещает, открывает дорогу, открывает дорогу. И ты видишь будущность, у тебя есть надежда, друзья, радость, получаешь радость от жизни, радость от этих целей, смысл имеешь. И Господь, и радость великая, когда ты двигаешься, исполняешь эти Божьи цели, приходишь, и Господь благословляет нашу радостью быть от того, что мы, первое всего, видим исполнение, и то, что мы к этому причастны. И таким образом, это Дух Святой, как наш Моисей, он нас ведет через сквозь эту жизнь, через исполнение Божьей воли, Царство Божие. И мы есть граждане, друзья, Божьего Царства, и каждый, который принимает Господа как Бога и Спасителя, вступает в силу Божья кровь, кровь завета и кровь жертвы, которую мы, каждый человек, он выкупается из этого мира, из государственности этого мира, из государственности украинской и других стран, и становится гражданом Божьего Царства, друзья. Это Божья юрисдикция. Хочу даже сказать, что и привитать вам привитание, ведь собственника земли Украины и всего, что наполняет ее, а также собственника остальных земель, ведь нашего Господа, привитание до вас. Бобин грядэ, друзья, его шаги чутны, аллилуйя, ибо те знамения, которые сейчас, это знамения в часу, их видно, это для нас знамения пришествия Господа. От этого наполняется радостью наше сердце, что Господь наблюжается. Слава Господу! Я всех приветствую и щиро вдячны того, что вы доеднуетесь до Божьего Копчега Спасения Церкви Благодарения, друзья. Слава Господу! И сегодня Господь поклав в мое сердце слово до определенной категории людей, которые обделены служением. Это особые люди, отделенные люди для служения. Это президенты стран, это судьи, это правоохранители, это спецслужбы. Это тоже люди, которые наполняют эти структуры, их оживляют, действуют в них. И за них всех тоже Господь заплатил цену крови. И каждый может отримать это спасение. И президенты, и страны Украины, и СБУ может отримать это спасение, НГБ, ДНР может отримать это спасение, Россия. Все страны мира, все президенты стран, судьи, полиция, милиция, вы все люди. И Господь за всех вас заплатил цену крови и спасение. Вы можете тоже отримать это спасение. Но мое слово до всех вас, до всех начальствующих в Украине, в России, ДНР и по всему свету. Это слово, назвать свое слово, не приступай к границу человечности. Тобто не приступай к границу человечности. То есть тот, который приступает к границе, тот становится преступником. Тобто есть граница и человечность, это то, что нас делает людьми. То, что определяет, что мы, что ты есть человек. И нормы, стандарты человека. И Господь показал нам эти стандарты, что есть, показал Господа, явил Бога нам в явлении, в приходе своем, друзья. Тобто не приступай к границу человечности. Я положу в основании Божье Слово. Прошу вас открыть римлянам известную главу про власть. Римлянам 13 глава буду читать с 1 по 8 стих. Уже в нашей церкви я уже это слово говорил, это проповедь. Но Господь меня освежил, это слово, наполнил его новым смыслом, укрепил этот смысл, друзья. Новый заповед римлянам, друзья. 13 глава с 1 стиха. «Всякая душа, да будь покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, адвокситель наказания делающему злое. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сяговой и подати платите, ибо они Божьи служители, с ним самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Аминь, друзья. Я хочу остановиться на первом стихе. И об этом в этой главе, в этих словах много о чем говорится. Но я хочу особенно выделить определенный, сделать акцент для вас, начальствующих. Тобто всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Аминь, друзья. Нет власти ни от Бога. Тобто нет иной власти, и нет никакой иной власти, как только Божья власть. Иного нет, друзья. Тобто вся власть, она Божья, и она Богу принадлежит. И Бог есть источник этой власти, и хозяин этой власти есть Господь. И само слово «власть», оно Богу принадлежит. Тобто Бог есть источник всякой власти. И написано, что всякая душа да будет покорна высшим властям. Тобто власти, которая высшестоящая. И об этом написано в 4 стихе. Ибо начальник есть Божий слуга, друзья. Начальник есть Божий слуга. Тобто Бог есть стоящий над всем. Он есть сама власть. Он есть источник власти. И всякий начальствующий, он есть Божий слуга. И поэтому написано в начале, в 1 стихе, что всякая душа да будет покорна высшей власти, высшей власти, высшим властям. Тобто покорна Богу, друзья. Прежде всего покорна Богу. Потому что начальствующий есть Божий слуга, друзья. И власть, она Богу принадлежит. И она, власть, не принадлежит человеку, а Богу. И когда человек приходит во власть, то он есть пред Богом предстоящий. И поэтому власть, она делегируется на того человека. И он исполняет тогда Божью волю, друзья. И я призываю всех начальствующих исполнять Божью волю. Ибо начальник есть Божий слуга. Тобто всякий начальствующий, он призван Богу служить, друзья. Служить Богу. Всякий президент, он призван служить Богу. Всякий начальствующий, он призван служить Богу. Всякий сотрудник полиции, сотрудник спецслужб, он призвал служить Богу прежде всего, друзья. Но Бог нам позволил иметь конституцию, закон, друзья, который урегулирует отношения между людьми на той территории той страны, где вы есть, друзья. И вы служите Богу, исполняя эту конституцию. Прежде всего, Божий закон, а потом уже тот закон, который Господь позволил принять каждой стране на каждой территории. И Бог позволил людям иметь царей, иметь государственный строй. Это Богоугодно. То, кто нет власти, нет Бога. И начальствующий есть Божий слуга. И всякая душа добудет покорна Вышней власти, то, что прежде всего Богу. Итак, так же там я хочу сказать вам, что бывают такие ситуации, когда начальствующий отходит от Господа, впадая или в своей воле, или в безумие. И как тогда поступать, друзья? И про это тоже говорит Божье Слово нам. И есть этому примеры и в Библии, и в истории. Тобто очень важно исполнять то, что написано в первой главе. Тобто всякая душа, любая душа, также любая начальствующая душа, будет покорна Вышней власти. Тобто Богу, друзья. Тобто мы служим прежде всего Богу. Если тот приказ идет или какое-то повеление, которое не Божье и нет Бога, то вы имеете право, друзья, вы должны исполнять Божью волю. Если это противоречит Божьей воле, то вы имеете право не исполнять это приказание, а исполнять то, что Богу. Вы угождаете Богу прежде всего. И про это говорит нам Священное Писание и приклады в истории. Я начну с Священного Писания, друзья. Это книга Ветхого Завета Третья Царств. Прошу вас открыть, друзья. Третья Царств. Четырнадцатая глава. Четырнадцатая глава. Я начну сперва шестнадцатого стиха, а потом буду читать седьмой-одиннадцатый стих. Прошу вас открыть шестнадцатый стих, друзья. Это очень важно для вас, всякий начальство, всякий сотрудник полиции, всякий сотрудник спецслужб. Шестнадцатый стих. И предаст Господь Израиля за грехи Иераваама, которые Он Сам сделал и которыми ввел в грех Израиля. Тобто начальствующий Он может вести в грех. И об этом говорит Господь вначале, друзья. Поднимаемся к седьмому стиху, а потом вернемся к этим словам. Седьмой стих, друзья. Пойди скажи Иераваму. Тобто говорит Господь. Пойди скажи Иераваму. Так говорит Господь, Бог Израилев. Я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля. Друзья, Господь обращается к вам, начальствующие, к вам президенты, что Господь вас избрал из простого народа и поставил вам вождем в том народе, в котором вы поставлены, через систему выборов, через другие. То есть Господь расположил из сердца людей вас выбрать, и так, чтобы система-то сработала выборная, она вас поставила царем, президентом, канцлером, начальствующим. Пойди скажи Иераваму. Так говорит Господь, Бог Израилев. Я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля. И отторг царства дома Давида и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное предачами моими. Друзья, это римлянам, где написано, что начальствующий есть Божий слуга. Тобто всякий начальствующий должен углаждать Богу, а не народу. Богу, друзья. Ибо Господь есть власть. Он есть источник власти. И вы будете отвечать перед Богом, прежде всего. Угодно, начавая моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя. И пошел и сделал себе иных Богов и стуканов, чтобы раздражать меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеравамов и истреблю у Иеравама домочайшие глося в стене заключенного и оставшегося в Израиле. И вымету дом Иеравамов, как выметает Сор, дочество. Кто умрет у Иеравама в городе, то го сидят псы. А кто умрет на поле, то го склюют птицы небесные. Так Господь сказал. Аминь, братья и сестры. Мы видим слова Господни, что Господь поставляет. И это Слово Божье, которое Иоанн только что прочитал, оно исполнилось. Оно было исполнено в жизни людства. И в нашей истории недавние, друзья, как написано, что ты делал хуже всех поступал, которые были прежде тебя. То есть сделал хуже всех. И Господь говорит, что и вымету дом Иеравамов, как выметает Сор, дочество, друзья. Аминь. И мы это знаем в истории, друзья, когда это слово исполнилось. И вымету дом Иеравамов, как выметает Сор, дочество. Мы знаем это в истории. Когда была дочество, выметена нацистская идеология, фашистская Германия. Когда государство целое пошло против Бога, делая неугодное, совершая геноцид, истребление народов. Делая неугодное, делая из людей мыло, делая эксперименты над людьми, делая бесчеловечные опыты, делая из чеческой кожи перчатки. Друзья, это как и написано, ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя. И ввел, мы смотрим 16 главу, и предаст Господь Израиля за грехи Иеравама. Иеравам, который он сам сделал, и который мы ввел в грех Израиля. Мы видим, как Гитлер в своей идеологии ввел в грех и в отступление от Бога всю машину государства Германии. И мы знаем эти преступления. Эти черта этому подведены. И мы всему этому свитке, то, что был Нюрнский трибунал, и решение суда, и суд над... А не только над верхушкой рейха, но и над медиками, и над банкирами, над всей системой, которая образовала государство, друзья. И эта идеология, она ввела в грех, в отступление от Бога. Тобто это есть начальствующие, которые впали в безумие в этой идеологии. И это след Божьей воли. Они должны были исполнять Божьи воли, либо они Божьи служители, предстоящие пред Богом. Но они отсернулись от Бога. И впали в безумие, друзья. И в это безумие ввели целый народ, целую нацию, всю систему государственную. Мы видим это в истории, когда эта система государственная, отошедшая от Бога, впавшая в безумие, творила зверство над народами, над нашим народом, над другими народами. Уничтожала людей, города. Создавала дощелечные опыты над людьми. Истребляла народы, истребляла государства, страны. Друзья, это суд, трибунал, это история. Друзья, и это слово исполнилось. Мы видим, это исполнилось, что вводится в грех. И приговор суда, друзья, я хочу, когда был суд над фельдмаршалом Кейтелем, то есть солдатом, генералом, главнокомандующим. И он в последней речи Нюкского трибунала себя защищая сказал слово, что он исполнял приказ. И он был не в силах что-то поменять. И он не заметил ту границу, которую он переступил. Тобто он обозначил это в своем слове, что есть граница, к которой человек переступает. А приговор суди после его речи, я это выписал и буду вам читать сейчас дословно. В своей речи он ссылается на свое подневольное положение солдата и необходимость исполнять приказы высшего командования. Однако приказ командования, даже если он отдан солдату, не может и не должен слепо выполняться, если он требует совершения таких жестоких и масштабных преступлений без какой бы то ни было военной необходимости. Друзья, это есть слово Божье. В этом есть слово Божье. Тобто всякая душа да будет послушна высшей власти. Это есть та черта, которую преступил Кейтель и которую преступил Ирвавам. И есть черта, друзья, у вас тоже есть черта. И обратитесь к Богу, и Господь вам покажет в вашем сердце, чтобы вы видели эту черту, которую переступать нельзя. Потому что когда ты переступаешь эту черту, ты падаешь в пропасть беззакония. И ты падаешь, и падаешь, и беззаконие увеличиваться. И ты достигаешь этого дна, которое достигли нацистские преступники. Они получили трибунал, они получили виселицу, друзья. А также медики получили виселицу. Гитлер ввел в грех выступление от Бога, всю систему государственности, друзья. И они вошли в выступление от Бога. И преступление против человечности. Это пример для всех нас. И мы не должны это забывать. Особенно каждый начальствующий. Ибо начальствующий должен быть покорный Богу. Высшей власти, друзья. И Господь даст вам мудрость, если будет идти какой-то вам приказ, который будет приступать и вас вводить, который будет вас заставлять и приказывать, приступить к эту черту человечески. То Господь силен даст вам мудрость, чтобы этапорировать этот приказ и не переступать эту черту. Я призываю вас, потому что такие сейчас времена, друзья, времена глобализации, когда мы видим, что происходит, друзья. И когда был принят нюрпский протокол, друзья, который и сейчас, если мы видим, что сейчас эти положения, если они попраны, друзья, то есть опасность для всего людства. Есть опасность для государственных машин и президентов быть использованными против людей, против людства, против Бога. Это есть нарушение этой заповеди. Там, где есть черта, то есть всякая душа да будет покорна высшей власти. Это есть та черта, друзья, то есть покорна Богу. Мы должны, каждый начальствующий президент, министр, судья, правоохранитель, полицейский, сотрудник спецслужб, армии, он должен служить Богу, быть Божьим служителем, быть предстоящим пред Богом. И Господь силен вас, друзья, уберечь и дать вам мудрость, если вы будете в таких ситуациях, которые только вы знаете. Вы и Бог. Обратитесь к Богу. С этим словом Господь, помоги мне. Я не хочу в этом участвовать, я не хочу это исполнять. Но дай мне мудрость и меня от этого выводит, чтобы я это не исполнял. Я хочу. То есть необходимо только ваше желание, друзья. Учитесь из уроков истории, друзья, как Гитлер ввел выступление от Бога в страну, начальствующих, и они получили виселисть, друзья. И этими руками творились преступления. И что самое, эти люди, которые осознанно это делают, они свои подписи не ставят над законами, приказами. О устной форме, или просто положение неправильно зафиксировано приказом. И вся ответственность перекладывается на тех исполнителей, чтобы-то на вас. Если вы в такой ситуации, обратитесь к Богу. Господь, помоги мне, выведи меня, чтобы у меня были чистые руки, чтобы я не попал в преступление. По вине обезумевших начальников, или обезумевшего парламента, или президента. Такие могут быть ситуации, друзья. И обратитесь к Богу. И Господь силен вас вывести, вас спасти. И Господь так же самое для вас. Умер за вас, так и вести Голгофу, чтобы вы получили спасение в вашей семье, друзья. Это ответственность, друзья, перед Богом за життя. Тобто, не приступайте к эту границу, которая обозначена в Священном Писании. Краницу человечности. Быть людьми. Быть прослушными Богу, друзья. И хотя в нашей Конституции Украины написано, что вся власть, она источник власти народ, но это не так. Источник власти это Бог, друзья. Это Бог, друзья. Хорошо. Аллилуйя. Я помолюсь за всех президентов, за всякого начальствующего. В Украине, ДНР, России, на всем по-советском пространстве, а также по всему миру. За каждого военного, за каждого полицейского, за каждого начальствующего по всей земле. Господь во имя Судра Христа призывает Твою благодать, Твою силу, Господь. Призывает Твою мудрость, Господь во имя Судра Христа. Ты видишь такие времена, такие часы, когда дьявол и зло, оно спустилось на этот мир, Господь. И когда руками людей их толкают на преступления, на беззаконие во имя Судра Христа. Призывает Твою милость, Господь, на и мудрость Твою во имя Судра Христа. На каждого начальствующего, там же, там, где он есть, на каждого президента, Господь. Во имя Судра Христа, на каждого министра. На каждого, Господь, руководителя во имя Судра Христа. Призывает Твою благодать, Твою мудрость, Твою силу, Господь. На то, чтобы не приступать, Господь, к эту черту, быть Тебя послушным во имя Судра Христа. призываю твой мудрость, Господь, на скрывальных сердца каждого президента, каждого начальствующего, начертай Твой путь, Господь, Твою решить, Твою мудрость, Господь, вложи, чтобы быть Тебе послушным, быть Тебе угодным, чтобы не приступить к той черте бесчеловечности, Господь, Моим Иисусом Христа, призывай Твою милость, Твою силу, благодать, Господь, и благословляй во имя Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь. Аминь, братья и сестры. Спасибо, брат, за слово. Бо! Бо! Эти люди, они тоже нуждаются, друзья, и как-то так мы их обделяем чуть-чуть этим самым вниманием, я так, Бог положил на сердце, за них тоже сказать слово, они тоже нуждаются, и они тоже под прессом, друзья, под прессом, аллилуйя. Хорошо? Аминь. Аллилуйя. Будем молиться, да? Помолимся, да? Вот слово Божие исполняется, это моя история, это видно в истории, это слово. Конечно. Аминь. Аминь, брат. Я начну, да? Господь, во имя Сударь Христа призываю Твою благодать, Твою силу, Господь, Твою милость, Господь, на все народы по всей земле, Господь. Призываю Твою благодать, Господь, Ты, Господь, умножил ковчеги спасения Твоего, Господь. Это есть церкви по всей земле, Господь. Наполни Твою шатры, Господь, подыми делами, предложи такое слово, Господь, спасение, Господь, во имя Сударь Христа, чтобы оно отделяло Господь, оно пробуждало людей Господь и направляло в Твой ковчег во имя Суды Христа, там, где Он есть Господь, там, где Он поставлен Господь, наполни Твой ковчеги. Это время долготерпения Божьего, которое еще есть Господь, которое Ты отмерил для того, чтобы максимально чисто людей спаслось Господь, со всех слоев населения, и начальствующие и простого народа Господь во имя Суды Христа. благослови, даруй спасение и богатын, Господь, за всех прожил на кресте Голгофа. Благослови всех нас, Господь, вооружи всем необходимым, призывай ту милость и благодать, Господь, в эти часы Пу 에� 왔ульха Христа, чтобы совершалось спасение, невзирая на все препоны или ограничения, Господь. Призывай твой милость, Господь, подыми дela тебе, Господь, в тех народах, Господь, где ты будешь спасать себя Маскоп運до Христа. Благослови, Господь, чтобы это время было продуктивный и плодовитый Господь, который будет во имя Своей Христа. Благости нас Господь, нашу церковь, благодарение Господь, служение в Киеве, в Украине, в Донецке, в Кении Господь, на Филиппинах, в странах Океании, там где Ты нас определил нам служение, наши границы Господь, влияние, действие Господь и Твоя воля Господь на нас. Благости, чтобы максимально число делателей поднялось и Господь, чтобы шатры наполнили своими Своей Христа, чтобы каждый получал жизнь Господь во имя Своей Христа. Чтобы каждый пришел и был соучастником жизни, Господь. И чтобы эта жизнь, это спасение Божьего мира, он вошел в сердце, в жизнь и преобразовал жизнь каждого человека. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. 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 Отче, мы дякуем Тебе, Исаак, нашу Украину, ненькую Украину. За те, что Ты частно повернулся, принесем до ней в найтяжчих для нее часы. Часы, когда она могла втратить свою независимость. Часы, когда она могла не разбудоваться, а стала, залишилась бы в талитарном устрою, как это было раньше, в часы Радянского Союза. Мы дякуем Тебе, что Ты частно повернулся лицем до нашей страны. Мы дякуем Тебе за то, что Ты контролируешь все события, которые происходят в часы независимости. Все события, они под твоим повернули. За то, что Ты нам помогаешь, нашему народу в крупных обстоятельствах. За то, чтобы Украина никогда не развалилась, чтобы она никогда не была загарбана полностью другими государствами. Мы дякуем за то, что народ Украины, Он создает те своими усилиями, не твоими природными, а своими усилиями. Он создает ту государственную страну, которую мы мечтали много лет, за все Тебе слава. Мы верим, что лучшее будущее. То, что Ты приготовил для нашей страны, где сказано в твоем условии, через порока Исаию, это 9 глава, 4 век, где сказано, что всякое ярмо, которое хотит в нашу страну, ты уберешь, как в дни медиана, и ты контролируешь нашу владу, и все, что творится в Украине нашим народом, ты, тебе под контролем, и твоё слово сбывается. Еще пройдут невидомо, сколько лет, но слово Твоё, оно непорушное, оно сбудется на нашему народу. И все лучшее, что может иметь народ, что будет иметь народ, это от Тебя лучшее, это Твоя слава, и за все Тебе слава, отец Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, спасибо Тебе за милость, благодать, спасибо за то, что Ты не смотришь на статус, Ты не смотришь на положение в обществе, Господь, Ты смотришь только на сердце Божье. Я прошу Тебя за тех людей, которые имеют власть, Господь, какую-либо власть, Боже. Помоги им смириться, Боже, смири их, дай им кротости, Господи, чтобы они смирились под Твою власть, Господи. Ибо Ты сотворил власть, Ты сотворил каждого из нас, каждого из них, Господи. Во имя Иисуса Христа. Давай нам мудрости, Боже, исполнять волю Твою, Господи. Знаете, исполнять Твою волю, Господи, ибо Твоя воля, она благая, угодная, совершенная, во имя Иисуса Христа. Господи, я знаю, что Твоя воля, Господи, прикоснуться к тем людям, которые сейчас переживают проблемы со здоровьем, Господи. Будь то коронавирус, психологические заболевания, или сердечно-сосудистые, или заболевания костей, суставов и связок, Господь. Или заболевания кожи, крови, во имя Иисуса Христа. Прикоснись, Господи, ранами Твоими. Помоги людям познать, узнать и осознать то, что Ты около двух тысяч лет назад был изранен за каждого из них, Господь, для того, чтобы они имели спасение, исцеление, освобождение от всяких болезней и недугов, во имя Иисуса Христа. Ранами Иисуса Христа все мы исцелены, Господи. И всякая болезнь склоняется перед Твоим именем и уходит во имя Иисуса Христа. Полное исцеление приходит во имя Иисуса Христа. Уходит всякий страх, всякая неуверенность во имя Иисуса Христа. Бог любви, Господи, а в любви нет страха во имя Иисуса Христа. Мы принимаем Твою истину, мы принимаем и напитываемся Твоими обетованиями, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо, Боже, за исцеление, за милость, благодать и любовь. Слава тебе, Аллилуйя, Господь. И благослови эту предстоящую неделю, благослови пастыря Евгения там в Донецке, Боже. Помоги ему быть примером, светом, солью для тех людей, которые кружают его там. Помоги ему сеять там, Господи, во имя Иисуса Христа. Спасибо, Боже, за брата Виктора, Евгения, за этот прямой эфир, Боже, за тех людей, которые смотрят, смотрели. Будут смотреть нас во имя Иисуса Христа. Прикоснись к каждому, дай каждому мир и покой. Сохранись в береге каждого, Господи, от этой пандемии, от этого коронавируса, Господи. Во имя Иисуса Христа. И будь за все прославленный возле вечера, наш великий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Хорошо, друзья. Благословляю всех зрителей. Желаю вам хорошего дня, хорошей недели. Блесью. Пах Палайенка. Хава на Седей. Маганда Арав. Хава гуд век. Маганда Линго. Блесью, друзья. До побачения. До свидания. А я вам перезвоню, братья.